ДИСКЛЕЙМЕР 6.18, то есть она с первого терминала выехала, в 6 где-то 14, я думаю. Автобус прямо на выходе тут с аэропорта, так что добраться можно за 20 бат. Посмотрите, ну где у нас видно, чтобы столько воды было залито, пюрки, под завязку. И у нас есть билеты, все, мы теперь идем. Нас ничего не проверили, наши огромные сумки не взвесили. Ничего, просто билеты выдали. На дворе истыковочный тоже, в Бангкоке. Наши бутылки с лаком по 100 миллилитров без обозначительных знаков выкинули. Сказали, что не пустим. Хотя об этом нигде не указано, что там должны быть обозначительные знаки, но лучше их иметь, чем не иметь их, чтобы доказать, что это действительно стабильник. Это служба безопасности аэропорта Чанграя. Единственное, в Европе все нормально было с такими бутылочками. Прилетели мы вовремя в Дон Моан. Сейчас пересадка у нас 3 часа была, потому что мы боялись за ВКР, чтобы он опоздать может. Взяли с запасом. Мы опять в аэропорту Дон Моан, в магазине 7-Eleven. Сейчас возьмем себе покушать. Питерброд с танцом очень напоминает Big Mac. Не знаю почему. Типа эклиптовый ингалятор, который пробьет все в твоем носу. Уйдреный. Все равно я буду везать. 24 бат. Сидим на улице, греемся. В аэропорту очень холодно. Я тут решил изучить инфекции. Тут нельзя монахам сидеть возле выхода. Ну, привет, Пхукет. Все началось с того, что надписи уже на русском. Туалет мужской, женский. Тут левее от аэропорта стоят автобусы такие. В центральный Пхукет. Да, автобус наш забит под завязочкой. Ого, тут пробки. Просто сумасшедшие. Супермаркет готовится к китайскому Новому Году. Речка возле старого города. Сейчас в центре, прямо в сердце старого города. Такая улица, разноцветные домики, китайские фонарики. Думаю, тут прикольно будет на китайский Новый Год. Домики очень напомнили дома в Порту. Что-то они ищут цветные. Люда, встречай наш датапасс и номер. Резиденция. Люда, ты что нам сняла? Такой коридорчик резиденции. И наша комната. Не плохо, не плохо. Взяли такого жеребца Хонду. Точно такой же, как в прошлый раз. Красиво все так подсвечивается огоньками. Ну, в Кукете подтай подороже будет. 90 бат. Демон. Неплохая заведуха. Там было как-то дорого. Решили зайти в Капити Амп Байф Лайн. Тут вроде цены уже получше. И такое видное место. Джаз играет. Здесь владелец ходит и принимает заказы. Еще тут на стене висят всякие фамильные фотографии. У нас закончилась тайская валюта, поэтому я решил обменять валюту. Но, к сожалению, мы когда шли к нашему отелю, я первый раз так увидел, чтобы в обменнике не было курса валют. Ты подходишь в обменник, и тебе там, наверное, уже называют придуманный ими в тот момент курс. Капец. Смотрите, какая пустая улица. Сегодня понедельник, конечно, вечер. Но все равно, мы в центре. Йоу, Пхукет. Но это, конечно, не возле пляжа Пхукет. Это старый город. Тут нету пляжа. Но все же Пхукет. Красивое место. С фонтаном. Как будто в цирке. Моросит немного дождик. Сейчас, наверное, бахнет. Дождь. Ливень. Думал, приду ли, даже все съел. Ну, ничего нету пока. 25 минут прислал, отпустим заказ. Та-дам! Рис с курицей. Сладком соусе с овощами. За 105 бат. Блин, знаю, сколько раз уже парень отрыгнул. Рядом за соседним столом сидят другие китайцы. Там сидят, наверное, четыре девушки. Иди парень. А отрыгнул, как такой мужик бородатый, лет 60 как будто. Они везде так. Это норма для них. Ты сидишь такой рядом, думаешь. Ну, хоть не на меня. Вот Люда обиделит. Какая-то маленькая такая порция. У тебя вообще курица нет у них, да? Нет, есть курица и яйцо. Курица и яйцо. Не доволь. Блин, мы под дождь попали. Капец. С камерой. По дням, я не знаю, если дожди будет. За 250 бат взяли жеребца. На 50 бат дешевле, чем в Дентхане.